Парк Юрского периода Показывают нам этих доисторических рептилий совсем не такими тихоходными и неповоротливыми, какими нам описывают динозавров школьные учебники. Возможно ли такая быстрота и прыг многотонных монстров из прошлого, при нынешних условиях на поверхности планеты Земля? Я думаю, нет. Не может сегодня слон, самый большой представитель наземных животных, перепрыгнуть даже одноэтажный дом. Не может он и промчаться по саванне со скоростью 200 км в час, хотя вроде бы должен. Ведь мышь подпрыгивает на высоту в несколько раз превышающую собственную длину. А если сравнить длину таракана с размером автомобиля и масштабировать? Скорость перемещения этого насекомого по кухонному полу будет сопоставима со скоростью в 700 км в час. Что же нужно для того, чтобы огромные динозавры прыгали и перемещались по лесу, как это показано в американском фильме? Многие исследователи сегодня считают, что с момента совершенно недавней по историческим меркам гибели динозавров, главное, что изменилось на поверхности нашей планеты, это атмосферное давление. Итак, порассуждаем методом от обратного. Что изменится, если атмосферное давление вырастет сегодня, допустим, в два раза? Если атмосферное давление резко вырастет в эти два раза, то это значит только одно. Воздуха в атмосфере должно стать больше тоже в два раза. Здесь налицо только линейная зависимость. В единице объема, допустим, в одном кубометре атмосферного воздуха должно оказаться этого воздуха ровно в два раза больше. И этот один кубометр станет как раз в два раза тяжелее. Рассмотрим пример при условии, если массовая доля всех атмосферных газов сохранится прежней. То есть, несмотря на увеличение количества воздуха, процентное соотношение газов в нем сохранится опять же прежним. И кислорода будет все те же 20%, что и сегодня. Человек из 23 тысяч ежедневных вздохов станет получать ровно в два раза больше О2. Объем легких-то не изменится. 90% всей жизненной энергии мы черпаем именно из кислорода. И только оставшиеся 10% из воды и пищи. Значит, со временем мы вырастем. И может быть даже по прямой зависимости тоже в два раза. Через несколько поколений наш рост составит 3,5-4 метра. Мы добьемся невозможных сегодня успехов в спорте. Тут зависимость в спортивных показателях может быть сложнее, чем линейная. Мы не просто будем бегать и прыгать соответственно увеличению своего роста. Мы при таком кислородном питании однозначно превзойдем современные зависимости спортивных результатов от параметров нашего тела. Посмотрите на атлетический вид античных героев. Если предположения достаточно большого количества исследователей реального прошлого о росте допотопных людей как раз в 3-4 метра верны, то страшно представить, как они бегали, прыгали и метали копьем. А теперь прибавим к этому повышенное питание кислородом головного мозга. Вывод 1. Представьте, какая же реакция, внимательность и в общем скорость мыслительных процессов будет тогда у нас. Может быть только при таком кислородном рационе раскрывается человеческий мозг. Многие знают, что сегодня мы используем только 5% возможностей нашего мозга. И может быть только из-за недостатка кислородного питания. Может быть при двойной порции кислородного питания с каждым вздохом наш мозг тоже будет задействовать уже 10%, а не 5% как сейчас. Какие же еще изменения ждут человеческое тело? При избытке кислорода в нем появится огромное количество нейтрофилов, клеток, уничтожающих вирусы и бактерии. Похоже на то, что в прошлом, в моменты войн и глобальных катастроф, земная атмосфера разряжалась и разряжалась несколько раз. Причина этому была скорее всего выброс ее части в космос. Недополучение прежнего объема кислорода приводило к эпидемиям болезней, от возбудителей которых ранее максимум чихали. Чума 1352 года унесла треть населения Европы. Это 14 век. Близко к датировке предположенного мною первого античного потопа. Чума 17 и 18 веков – это, скорее всего, последствия потери части атмосферы вследствие последнего античного потопа, потопа конца 17 века. Конечно, это не точные датировки. Из-за общей фальсификации истории, внесшей так называемые хронологические сдвиги, о датировках пока судить рано. Но все же, более близкие к нам времена – эпидемия холеры и испанки второй половины 19-го – начала 20-го веков. Это однозначно следствие глобальной катастрофы, начавшейся в середине 19-го века и продолжавшейся до окончательного падения на Землю в начале 20-го века осколков кометы Биелла, рассыпавшейся на подлете к нашей планете. О чем в фильме «19-й век» на нас упала комета. Фауна. Многие ее представители вымахают до небывалых размеров. По мнению ученых, в первую очередь это коснется насекомых и некоторых членистоногих, вроде пауков. Их дыхальца от избытка кислорода значительно расширятся, и тела раздуются, как шарики. Кто не знает, атмосферное давление воздействует на всю поверхность нашего тела, и даже снизу, и сбоку. Так что его повышение нисколько не утяжелит полеты выросших мух. Представьте свое тело в воде. Градиенты набора высоты насекомыми и птицами станут близкими к вертикальным, как у вертолетов. Подробно об изменении аэродинамических законов в более плотной атмосфере смотрите мой фильм «Куда пропали гиганты в 17 веке. Биосфера до падения атмосферного давления». По мнению официальных ученых, гигантизм животного мира на планете уже был, был 300 миллионов лет назад. Ученые считают, что в те очень далекие времена соотношение доли кислорода к другим газам атмосферы было более 30%, а не 20, как сейчас. Судя по ископаемым останкам насекомых, стрекозы тогда были больше современного орла, а комар достигал размеров воробья. Понятно теперь, зачем теплолюбивым мамонтам, поедавшим персики на равнинах Якутии, такая вот шерсть. Я же считаю, что ученые ошибаются и в датировке, те самые 300 миллионов лет назад, и в составе атмосферы. Первое. Датировка куда более близкая к нашему времени. Уже не секрет, что в средние века по Земле ходили динозавры. Второе. Процентное содержание кислорода, превышающее 20%, с геометрической прогрессией начнет окислять среду, создавая свободные радикалы в катастрофических масштабах. Это не только повреждает ДНК животных организмов, вызывая мутации. Это, в первую очередь, вызовет возгорание всего того на планете, что не успеет покрыться коррозией. При избытке кислорода, вещества, которые не могут воспламеняться в современной нам среде, вспыхнут как факел. Гореть будет даже влажная растительность. Но этот избыток О2 должен быть только процентным по отношению к остальным газам, составляющим атмосферу Земли. При увеличении общего количества атмосферного воздуха даже в 2, в 3 или в 10 раз, но с процентным соотношением кислорода в 20% к остальным газам, губительным последствиям окисления не приводит. Получается, что следы гигантизма в ископаемых останках биосферы планеты свидетельствуют только об одном – о большем питании клеток деревьев и животных – кислородом. Что без возгорания и иных катастрофических последствий, связанных с окислением, могло происходить только при большем количестве атмосферного воздуха, а следовательно, большем, чем сегодня, атмосферном давлении. Но никак не больше, чем современные 20% доли кислорода в среде атмосферных газов. Иначе никакой жизни на поверхности планеты не было бы. Все бы окислилось и сгорело. Чем же еще будет отличаться жизнь на поверхности нашей планеты, если атмосферное давление резко увеличится в 2 раза? Атмосфера станет рассеивать больше солнечного света. При увеличении давления плотность же ее вырастет. Вырастет и общая теплоемкость, что, конечно же, приведет к росту и температуре самой атмосферы. Именно отсюда следы ирригационных систем в современном Заполярье. Отсюда и виноград на Соловецких островах, и ананасы под Петербургом при Екатерине. Но вот экваториальные районы планеты будут при таких условиях слишком жаркими. Именно поэтому мы сегодня видим в близких к экватору планеты областях высокогорные древние поселения. А руины античной цивилизации, погибшей по моей гипотезе в конце 17 века, расположены в субтропическом и умеренном поясах. Еще один немаловажный фактор. Большая масса воздуха в единице объема содержит и большую массу водяного пара. Получается то, что при увеличении атмосферного давления в два раза влажность воздуха тоже станет большей в эти два раза. Зависимость здесь явно линейная. Молекул газов в воздухе станет больше, а эти молекулы будут удерживать до состояния конденсации большее количество молекул водяного пара. А это уже иная метеорология. Видимо при таких условиях в верхних слоях прошлой атмосферы и располагался некий водно-паровой купол, о котором говорят многие исследователи. До нашего времени сохранился и еще один информационный след, свидетельствующий именно об этом. В античную эпоху на всей планете наблюдался эффект, похожий по описанию с Парниковым. Но это тема дальнейших исследований. А что обо всем этом думаете вы? Мне пока очень многое не ясно. Каким было давление до предположенного потопа 14 века? Каким атмосферное давление стало после потопа 17 века? Сегодня мы знаем лишь то, что в пузырьках воздуха, застывших в янтаре, давление доходит до 8 атмосфер. Но вот возраст янтаря неизвестен. Неизвестен и коэффициент сжатия смолы при застывании. Может быть при затвердении она сдавила попавший в нее пузырек с воздухом. Разумеется, не до всех 8 атмосфер, но все же сдавила. Многие зрители, читавшие работы Носовского и Фоменко, ясно себе представляют, что радиоуглеродный способ, единственный способ определения датировки, используемый официальной историей, не является эффективным. Поэтому доверять ему вообще не представляется возможным. Идем дальше. Предполагаем мы и то, что в 18 веке атмосферное давление до катастрофы средины 19 было не 1013 гектапаскалей, а 1013 мм ртутного столба. Сегодня значение среднего давления 760 мм ртутного столба. 1013 это в полтора раза выше. Но это пока лишь обрывки, сокрытой от нас фальсификаторами информации о прошлом. В этом фильме я собрал практически все известное нам на сегодня относительно изложенной гипотезы. Выводы делать вам. Пишите свое мнение в комментариях под этим фильмом. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал iSpeak. Как избавиться от боли в суставах, гипертонии, от сердечно-сосудистых и других хронических болезней? В этом вам поможет катушка Мишина. Прибор разработан в России и активно используется в клиниках Великобритании, Германии, Израиля. Действие основано на влиянии электромагнитных полей на болезнетворные структуры. Ай, Катерина, у нас нашла черепаху. Клятится. Она тебя нахрюкала. Ты не сходи, лепачка. Подробности под видео. Пользуйтесь катушками только проверенных производителей. Фирма Alt Energy. Продолжение следует.